А сегодня у нас, как я вам и говорил, я приглашаю на лекции специалистов по темам, которые очень, скажем так, интересны, очень современны и практически не освещаются в курсах тех, которые вам читают. Я сегодня не знаю, почему небесные механики не пришли, им бы тоже было неплохо послушать. То есть понятно, что классику вам читают, а вот самые современные вещи, которые имеют очень большое, серьезное отношение и к эволюции нашей Солнечной системы, и к конкретному вопросу космических угроз, вот эти имеют. Вот поэтому сегодня у нас, даже уже не в гостях, а на трибуне, Владислав Ильич Чиновенко, вы тут все видите, значит, известный специалист в этой области. Ну и кроме того, если говорить по последней части лекции, он сотрудничает непосредственно с теми мэтрами, которые жили в практику последние 20 лет, и это уже внедрилось, это уже все, вот эту самую тему гражданастных возвратов, то, что касается. Так, давайте режим будет такой, значит, поскольку не все вы, может быть, будете понимать, но Владиславик прочитает лекции на ПТИ, поэтому он со студентами, по крайней мере, у него большой опыт есть, но если что-то непонятно или интересно, не зажимайтесь, спрашивайте, ладно? Договорились. А вы что так далеко сели туда? А? Ну, к чему близко? Вот, ну, пожалуйста, как соколиные глаза. Так, добрый день, ребята. Значит, ну, Борис Михайлович тут уже тему моей лекции назвал. Вот, слова о том, что эта вещь действительно новая, это не какое-то такое вот стандартное, что ли, предусловие в каком-то выступлении. Получилось так, что активное открытие объектов, находящихся в окрестностях, полетающих мимо нашей планеты, началось в 80-е годы. Математические методы, которые используют для того, чтобы изучить динамику таких объектов, предсказать их движение, они формировались в 90-е годы, 2000-е годы, и до конца еще даже и не, как ситуация в области науки не установилась, учебников каких-то тут нету. И вот учитель приходит, что называется, на ходу, по статьям, в общении с коллегами. Ну, хорошо. Значит, сейчас я разберусь с кнопочками. Ну, вот это вот планная лекция. Введение, механизм трансформации орбит главного, астероидов главного пояса, которые перебрасывают их в окрестностях Земли. Ну, и последняя часть моей лекции я посвящу, ну, такому краткому введению в то, как оцениваются вероятности столкновений астероидов Земли. Для начала я хотел бы остановиться на некоторых понятиях, которые будут далее использоваться постоянно в моем выступлении. Значит, астероид, сближающийся с Землей, или околоземный астероид, это астероид, орбит, который располагается в окрестностях Земли, перигелий которого меньше 1,3 астономической единицы. Кроме того, есть понятие потенциально опасного астероида. Вероятно, Борис Михайлович, как на лекциях, это понятие тоже активно использует. Значит, астероид с полютной звездной величиной 22 и ярче, это, ну, оскулирующий, орбит, который располагается по отношению к Земле, таким образом, что минимальное расстояние между ними меньше, те сотых астономических единиц. Ну, что такое 22-я звездная величина? Вообще, это определяется отражательными свойствами астероида. Ну, вот, как пишут руководства, если принять альбедо 14%, то тогда характерный размер такого астероида будет порядка 140 метров. Ну, события в Черябинске показали, что и меньше астероид может как-то произвести много шума и много проблем, но на данный момент стандартным определением является то, что здесь прибыло. Дальше. Вот, при обсуждении свойств небесных объектов можно останавливаться на разных аспектах. Ну, можно говорить о движении, можно говорить о физике. Ну, о физике тут будут у вас выступать другие специалисты. Я же буду говорить только о динамике астероидов. Ну, и для того, чтобы как-то быть уверенным, чтобы у меня была уверенность в том, что вы понимаете, о чем я говорю, я на всякий случай напомню. Так, указка работает? Третий кнопок. Третий кнопок. Там очень неудобная геномика всего-то. Ну, третий, да. Так. Ага, работает. Вот. Значит, на всякий случай я здесь привел рисунок, на котором дано определение кеплеворских элементов, определяющих эскулирующую орбиту какого-то небесного тела. Ну, что здесь? Важное наклонение, долгота восходящего узла, аргумент перецентра. Ну, все. Можно как-то теперь уже непосредственно приступать к обсуждению того объекта, который составляет как-то снос содержания моей лекции. Значит, астероиды в ближайшиеся Землю. Ну, сейчас... Значит, сейчас таких объектов насчитывается порядка 20 тысяч. Ну, здесь вот... С этим осторожником такой... Что я нажал? Еще раз нажмите. Я пробовал, да, его аргумент не получилось. Какой-то грант? Ага. Что? Хорошо. Значит, вот этот вот график характеризует количество известных облаземных астероидов. Ну, вот... Вот это вот... Ну, значит, есть суммарное количество стероидов. И также количество стероидов... Вот красная линия количества стероидов оклоземных больше одного километра. Вот это вот... Сочного цвета... Это, значит, объекты, которые больше 140 метров. То есть, это как бы объекты, которые... Часть которых будет опасна, соответственно, определение, которое было дано выше. Ну, а это более мелкие объекты. Значит, как я уже сказал... Вот резкий рост количества таких известных нам оклоземных астероидов начался где-то... Вот... Систематически их открытия начались еще до 80-го года, но резкое увеличение количества произошло уже в районе 2000-го года. Такое увеличение количества открытий связано с тем, что были введены в действие... Ну, начались проекты по систематическому обзору неба, были введены вот специальные... Были социальные специальные средства наблюдения. И, в общем-то, большая часть вот этих вот астероидов с ближайшей Земли были как раз в рамках таких систематических обзоров и открыты. Ну, вот на этой диаграмме я как-то постарался это отразить. Вот первый такой обзор, это вот был обзор Линия. Это, как я понимаю, он проводил в MIT. Вот, где тут, в районе, не знаю, в 97-98 году они начали пик открыть, приходился на середину 2000-х. Затем, следующий крупный обзор, это Каталина. Вот, это университет Резоны, зеленая, зеленым цветом выделена. Ну, и, наконец, в настоящее время, вот, ну, самый такой новый, что ли, обзор, это вот обзор Пан Старс, это на, ну, университет Гавайи. Ну, вот, как-то Каталина и Пан Старс, они дают основное количество, ну, открываемых астероидов, вот, ну, и идет какое-то соревнование между ними. Насколько я понимаю, на данный момент, вот, количество астероидов, которые открыты Каталины, они, количество астероидов, которые открыты в рамках обзора Пан Старс, уже превысило количество астероидов Каталины, или Каталины, наверное, с линией середины. Ну, в общем, главное, что это вот основные источники наблюдательной информации по астероидам с ближайшей Землей. Так, дальше. Теперь, поскольку, значит, я буду говорить о динамике этих объектов, то я хочу напомнить некоторую классификацию, принятую, принятую к объектам этого типа. Значит, вот, если долго держать эту кнопку, тогда, похоже, включается. Значит, так. Объекты, сближающиеся с Землей, разделяются на четыре группы. По названию этой группы дается по первому объекту, указанному типу, который был открыт. Ну, Амуры, Аполлоны, Атоны и Атиры. Значит, Амуры — это объекты, у которых перед центр, как бы, лежит вне объекта Земли. Вот, соответственно, их большая полость больше одной астономической единицы. Аполлоны и Атоны — это объекты, которые пересекают орбиту Земли. Ну, проекция орбиты на площадке эклиптики пересекает орбиту Земли. Значит, Аполлоны от Атонов отличаются тем, что у этих вот периодов обращения больше года, а у Атона, напомню, значит, меньше года. Ну, и, наконец, вот, в классификацию последних лет, включается объекты, которые называются Атиры. Это объекты, у которых орбит полностью лежит внутри орбиты Земли. Ну, если посмотреть самые последние статьи, посвященные вот динамике астероидов, вот, движущихся во внутренней части Солнечной системы, то можно там увидеть, что уже, ну, иногда рассматривать еще один подкласс. Может быть, английское название не совсем правильно воспроизведует. Ватиры — астероиды, орбиты которых лежат целиком в плоскости, целиком в рамках орбиты Венеры. Уже и такие объекты обнаружены. Данная диаграмма дает примерно распределение вот этих астероидов с ближайшей Земли по группам. Вот, ну, большую часть здесь составляет Аполлон, почти половина. Атона и Амуры, они, ну, тоже достаточно большую такую суммарно совокупность в этом множестве дают. Вот, ну, я, вот, поскольку я брал эту диаграмму из Википедии, здесь приведен еще один класс объектов, раздлижающихся к Земле, это кометы. В общем-то, есть кометы, которые входят внутреннюю часть Солнечной системы, вот, они тоже представляют потенциальную опасность, но, знаете, я в одной лекции все охватить не могу, поэтому вот этот класс... У нас это было все. А, ну, тем более. Вот, ну, я на всякий случай это напомню, дальше будет то, что у вас не было. Так, теперь, откуда можно брать информацию о вот этих самых объектах? Ну, вот, здесь я привел копию экрана компьютера, на который я зашел на сайт Центра по изучению вот оквоземных объектов в GPL. Там есть база данных, и вот я седьмого туда заглядывал, ну, получается... А, заглядывал-то я туда в начале недели, а последние данные, они там обновляются, так, получается, раз в месяц... Нет, ну, в общем, тут не очень понятен порядок, но, по крайней мере, данные приведены на 7 марта. И вот, можно посмотреть, что на этот момент тут, 7 марта, в этой базе данных было. Вот, 19 854 объекта, сближающиеся с Землей. Ну, это с учетом камин. Вот, 107 камин. Там. Ну, вот. То есть, есть наблюдательные данные, есть база, где все это приведено. Теперь, какая же здесь... А, ну, что еще здесь интересного можно отметить? Вот уже, пожалуй, с того, о чем, наверное, вы и не говорили. То, что количество объектов, небесных объектов, вот по-третьему Земле, известных нам, веско увеличилось, привело к тому, что появились примеры таких движений, которые, ну, что ли, в классической небесной механике, им особо внимания не уделялось, они считались экзотикой. Вот. А сейчас, значит, объекты есть, и как-то вот эти вот классы движений, которые раньше казались специалистами экзотическими, как-то надо изучить. И вот среди таких интересных примеров орбитального движения, которые, как в классических работах, были изучены мало, а в настоящее время интенсивные, рассматриваются. Это вот, так называемое, коробитальное движение. Ну, скажем, есть планеты, сколько лекций у нас связано с обсуждением вопроса, связанного с стероидной опасностью, это может считать, что это Земля. Вот. И есть астероид, период движения, которого близок, период движения планеты. Ну, вообще говоря, то, что здесь могут быть орбиты, орбиты типа подковы, или орбиты типа головастика, в общем-то, это примеры, которые в мышках по небесной механике естественно приводились уже достаточно давно, но то, что вот среди астероидов, движущихся в окрестности Земли, можно найти примеры, как вот астероидов, которые движутся в окрестности точек вибрации, то есть троянцы Земли, так и астероиды, которые движутся по подковообразным орбитам, вот то, что у Земли такие, рядом с Землей такие объекты движутся, вот, это стало известно только вот буквально последние, ну, 10-15 лет. Вот видно, здесь приведены названия вот этих объектов, то есть это вот, как я понимаю, Борис Михайлович вам объяснял, как дается предварительное название астероида, вот, вот это вот достоверное, ну, как более-менее достоверно установлено в настоящее время существование только одного троянца у Земли, это вот объект, открытый в 2010 году. Вот объект, который движется по подковам, здесь у меня указаны два, но тут есть некоторая тонкость, вот объект Крутни, ну, он совершает движение, переходя между разными типами орбит. В частности, есть еще вот один очень такой интересный класс орбит, это называемый квазиспутниковый орбит. Значит, квазиспутниковый орбит, это как она, как можно объяснить, что это такое? Вот можно представить вот движется планета по круговой орбите, можно взять астероид, который движется по эллиптической орбите с тем же самым периодом. Вот, ну и принадлежащим начальных условиях, допустим, представим, что в начальный момент времени вот этот астероид находится в апоцентре своей орбиты и астероид, планет и Солнце располагаются на одной рейне. В этом случае в системе координат, значит, в этом случае в обращающейся системе координат у нас этот астероид будет описывать овал вокруг планеты. То, что я, то, как я это описывал, это чисто кинематическое описание, то, что вот этот овал, он может появиться даже в отсутствии какого-либо взаимодействия. Вообще, вот, такие кинематические эффекты, они достаточно слабые и могут быть разрушены возмущением, но есть принять во внимание то, что астероид и планеты, они, между ними есть притяжение, вот это вот квазиспутник, вот этот овал, он превращается в устойчивую орбиту. Вот этот класс квазиспутников орбит, в свое время он использовался для космических миссий ФОБОС, и предполагалось, что он должен был быть использован для миссий ФОБОС-Грумпты, когда я был примерно в вашем возрасте, я вот впервые столкнулся со специалистами, занимавшимися подготовками из БСИ и ФОБОС, и от них узнал об этих обитах, и мне это там очень удивило, возможность таких движений, я долго как-то следил за исследованиями в этом направлении, когда вот были открыты были открыты вот естественные объекты на квазиспутниках орбитах, ну, мне было очень приятно, что вот эти орбиты, они имеют такое, ну, не является каким-то искусственным примером, но действительно встречается природа. Ну, на данный момент существует, известно, пять квазиспутников Земли, вот, надо сказать, что вот этот сам режим движения квазиспутниковый, он может быть временным, то есть, вот объект на каком-то интервале времени дверца по орбите подковы, потом, вот, в результате вековой эволюции вот этот самый орбит подковы, она как-то начинает охватывать и планету, и в конечном итоге вот из подковообразного движения может возникнуть движение вот типа квазиспутникового. И вот почему я говорил, что вот круидник с некоторым натяжкой можно отнести вот к классу объектов, которые дверются по орбитам подковы, потому что вот у него как раз такой процесс преобразования, он при модерлении на больших промежутках времени как раз и возможен. Так, и вот совсем уже экзотический такой пример, который, класс орбит, который начал обсуждаться последние буквально годы, это орбиты, когда вот малое тело движется с тем же самым периодом, что и вот планета, но в противоположную есть сторону. То есть вот с точки зрения опасности это, наверное, вообще какой-то такой совершенно жуткий объект. Вот. И вы знаете, это не фантазия. Вот у Юпитера вот где-то ну тут написано 15-й год, вот это 2015 без Z509. Вот этот объект был обнаружен несколько лет, вот были статьи я не знаю там в Science или в Nature, я точно помню, посвященную вот такой необычной динамике. Естественно, сейчас вот теоретики тратят силы и время на то, чтобы разобраться, почему это движение возможно. Самое примечательное, что это движение может быть устойчивым. Вот. И ну для Питера пример уже такой реально найден. конечно были разговоры о том, что может быть ну вот в прошлом году у нас тут прилетел объект, который можно отнести к внеземным астероидам. Ну и обнаружив в окрисе Юпитера нечто движется очень необычным образом, вот как бы противореча там теориям происхождения Солнечной системы некоторые специалисты тоже говорили о том, что может быть это объект и не являющийся объектом возникшей Солнечной системы. Но здесь была история. на квазикруговая захват на квазикруговую комнату? Ну пофантазировать то можно. Вот. А может это искусственно, может это инглантин. А тогда это естественно. Ну да. Ну так вот. Значит вот один из вот аргументация была примерно такая, что вот этот объект может удерживаться на этой орбите там несколько миллиардов лет и отсюда и возникает вот сомнение о том, что он имеет происхождение по происходящему связанной с нашей солнечной системой. Но после этого возникла некоторая дискуссия. И вот есть известный такой специалист по небесной механике Глэдман. Он сказал, что он вместе со своей аспиранткой царой Глинстрит проводил некоторое моделирование объектов движения большой совокупности объектов в главном поясе. И в рамках этого моделирования они систематически получали временные объекты на обратных орбитах и ничего в этом особенно он не видел. Упомянул я об этом потому, что параллельно он сделал замечание в том, что они получали также в этом моделировании объекты, которые движутся по орбите, близкой к орбите Земли, но тоже в противоположную сторону. То есть моделирование оно допускает возможность существования в окрестности нашей орбиты нашей планеты вот таких обратных объектов. Более того, по оценкам, которые вытекают из этого моделирования, таких объектов может быть одна десятая процента. Есть еще один класс объектов, который тоже активно обсуждается в последнее время, это так называемая мини-луны, мини-мунс. Вот есть финский специалист по небесной механике Микоил Гранлик, он занимается систематическим моделированием динамических структур в совокупности большого количества объектов. Вот этот самый Михаил Гранлик вместе со своими коллегами моделирование получал объекты, которые, скажем, в отличие от квазиспутников, квазиспутник, он все-таки не входит в сферу хилы, и поэтому его движение носит характер как бы гелиоцентрического движения слабо возмещает протяжение Земли. мини-муны, они как раз наоборот, они глубоко сидят в сфере хилы, они не становятся спутниками, они временно туда попадают, какое-то время там движутся, а потом снова улетают. И орбита их, ее уже, скажем, теоретически медленны, как там слабо возмущенную гелиоцентрическую орбиту изучать нельзя. Эти мини-муны как бы были систематически открывались обнаруживались результаты компьютерного моделирования, но есть и объект вот 2006RH-120 относящийся к этому типу. про источники информации я сказал, про то, где эта информация я сказал, теперь, как это все изучается систематически, математически, теоретически. Ну, один из таких основных инструментов это проведение больших расчетов с большой совокупностью объектов с точки, с целью попытаться воспроизвести структуру, структуру наблюдаемой популяции околоземных объектов и, соответственно, из этих наблюдений понятия, вот в какой степени мы уже изучили эту класс объектов, вот сколько нам еще там нужно этих объектов обнаружить. Здесь я привел один из более-менее типичных графиков, относящихся к этой области деятельности. Ну, вот тут я взял информацию из статьи трех авторов, вот Харрис, Грандик с коллегами и Рикарик, ну, я не помню, откуда, последний специалист. Результат у них вот это вот, ну, как сказать, распределение по звездным величинам и по количеству объектов. Вот вот эта линия, это результат моделирования, а вот здесь внизу другая линия, которая там все авторы примерно более-менее согласуются в своих результатах. Значит, синяя линия это то, что известно, то, что получено из наблюдения. Видно, что вот как бы большие объекты уже более-менее наблюдателями выявлены, а вот объекты средней величины и объекты небольшие, ну, здесь, естественно, наблюдать информацию только частично. Ну, здесь для того, чтобы соотнести вот эту самую информацию, полученную из наблюдений и из расчетов, вот я привел вот эту самую табличку. Значит, это статистика на 2017 год. Ну, нужно сказать, что вот вся информация, относящаяся к этим объектам, она очень быстро устаревает. Информация как количественная, так и информация, относящаяся к каким-то концепциям, представлениям. Все происходит очень быстро, и если взять статью там 10-летней или 15-летней давности, всегда есть опасность, что вот сейчас уже как-то все это понимается по-другому. Но, тем не менее, значит, что касается этой самой статистики, вот объектов больше километров, вот на данный момент, на конец 2017 года было обнаружено 875, а по оценкам 920. То есть, получается, что вот действительно, крупные объекты этого класса, они как-то более-менее все выявлены. Объекты больше 140 метров, 140 метров, я уже в самом начале говорил, это вот тот характерный размер, начиная с которого объект считается опасным. И поэтому к этому классу объектов нужно проявлять особое внимание. Так вот, на тот момент таких объектов было открыто 8500, а по оценкам их должно быть порядка 30000. то есть, тут вот еще предстоит большая работа тем, кто занимается наблюдением. их наблюдение. Так, теперь, теперь, значит, откуда же эти объекты появились в окрестности орбит нашей планеты? Ну, по современным представлениям, основной источник объектов в окрестности Земли это главный пояс астероидов. Есть некоторые гипотезы о том, что, может быть, какие-то объекты движущиеся в окрестности орбит Земли сохранились с момента образования Солнечной системы. Буквально в одном из последних номеров журнала Nature была статья известной специалистки по небесной механике Рено Мальхотов, в которой она обсуждала возможность того, что в точке либрации Земли могут сохраняться объекты на протяжении миллиардов лет, но каких-либо подтверждений этому нет. Такой рабочей гипотезой относительно того, что мы наблюдаем в окрестности Земли считается, что то, что мы наблюдаем, то, что мы видим, оно пришло сюда из главного пояса астероидов. Вот. Главный пояс астероидов он располагается между орбитами Юпитера и Марса. Он примечательен тем, что, несмотря на большое количество объектов, он имеет очень малую массу, то есть, совокупная масса объектов, всего 4 массы Луны. Считается, что при формировании Солнечной системы возмущение от Юпитера не позволило сформироваться в этой области большой планете, ну, а потом процессы, вот, ну, все эти сложные динамические процессы, которые сопутствовали формированию Солнечной системы, они привели к выбросу почти всего вещества из этой зоны между Марсом и Юпитером. Главный пояс астероиды это такой вот комплекс со сложной динамической структурой, состоящей из большого количества объектов. Вот эта вот сложность динамической структуры, она обусловлена в первую очередь, в значительную очередь, различными резонансными эффектами, сопровождающими движение объектов в этой области. Вот здесь я привел такую диаграмму, которая вероятно присутствует в любой лекции о динамике астероидов. Это распределение астероида по большим пловосям, на которой видны эти деления, люки Кирквода. Собственно, эти люки связаны с резонансами, вот здесь один из самых глубоких резонансов это резонанс 3 к 1, вот и дальше я о нем буду говорить. Значит, резонанс 5 к 2, вот, собственно, резонанс 3 к 2 и резонанс 5 к 2, они, их можно использовать как некоторые границы, разделяющие главный поиск стероидов на внутреннюю, внешнюю и центральную такую часть. Вот. Люки Кирквода были обнаружены в середине прошлого века и вот примерно до 80-х годов прошлого века вот были горячие дискуссии о том, что является причиной происхождения этих люков. вот да, вот как-то я немножко так перескочил, вот здесь я говорил о том, что такой, ну, одним из самых главных механизмов, отвечающих за формирование динамической структуры главного пояса стероидов является резонанс средних движений, вот, и вот этот слайд, он должен как-то так проиллюстрировать что такое резонанс средних движений, в общем, это ситуация, когда вот у нас, ну, скажем, два тела вращаются вокруг какого-то третьего тела массы, которого существенно больше их масс, и периоды движений этих тел вокруг центрального тела находится в какой-то такой соизмерим, ну, как там, а тот объект, который ближе к светилу, скажем, совершает три оборота за то время, которое внутренний объект совершает два оборота, внешний объект совершает два оборота, это будет резонанс средних движений к два к три, ну, вот, пример такого резонанса в солнечной системе показано этой анимации. Вы сидите вот это право, что там было? Что там? Так, ну, вот, смотрите, вот здесь, так, я все время смотрю на кнопку, чтобы не выключить. Значит, вот, внешняя окружность это орбит Юпитера, вот, зеленые вот эти облака это троянцы, ну, вот здесь, может быть, хуже видно, красное это семейство астероидов, которые находятся в резонансе три к двум с Юпитером. Сейчас я не могу вспомнить, как это семейство называется. Что? Гильды. да, потому что я вспоминал, как называется, перед лекцией, как называется астероиды, которые находятся в резонансе три к одному, несмотря на наличие вот этого люка, там какой-то полиционный астероид все-таки летает. Это астероиды гести. Вот, после того, как я вспомнил, что это гести в резонансе три к одному, я совершенно перестал, совершенно забыл, как называются те, которые в резонансе три к двум. Вот. активное изучение динамических процессов, связанных с резонансом средних движений, оно началось, вероятно, в начале 60-х годов. Вот, именно тогда в работах Галдрайха в Америке, а в России, в Советском Союзе этим занимался Альберт Макарович Молчанов, в этих работах было как-то вот, очень так четко и ярко сказано, что есть мы хотим разобраться вот с динамикой небес механических систем, вот, типа, солнечных систем, систем, структур, которые образуются естественной сутью, надо обращать особое внимание на резонансы. В общем-то, наука о резонансах средних движений, она, как с этого времени и началась. Да, почему, собственно, я заговорил об этих самых резонансах и почему я заговорил о леках кирпуда, чтобы у меня какая-то логика была в моем изложении. Я уже сказал, что до 80-х готов шли бурные такие дискуссии, а как же вот эти самые люки кирпуда образовались. В 84-м, 85-м годах была серия работ американского специалиста по небесной механике Уистома, который предложил следующий механизм образования люков кирпуда. К тому времени компьютеры уже были достаточно мощными, вот так, что немножко поколдовав над чистым алгоритмом, Уистом смог проинтегрировать движение на промежутках времени там в несколько десятков тысяч лет. Ну, по тем временам это было достижением. И обнаружил, что вот объект, который находится в резонансе 3 к 1, потому свое умеренное начальное значение эксиститета может, ну, в общем, его умеренное значение эксиститета 1, 10, может в какой-то момент времени превратиться в величину порядка 4 десятых. А объект, который имеет большую половость соответствующей резонансу 3 к 1 и эксиститет 0,4, он начинает пересекать орбиту Марса. И возмущение от Марса его уже может выбросить в какую-то другую часть Солнечной системы. То есть вот Уистом он открыл механизм перебрасывающий астероиды из главного пояса в другие области Солнечной системы. Ну, и это была некоторая смена парадигмы, смена представления о том, к чему могут приводить резонанс средних движений в главном поясе и после пояса мы как-то подправляли, там вот Марбиделли обнаружил, что как-то резонанс 3 к 1 он, но там есть еще и другие механизмы, которые будут влиять на движение таких резонансных стероидов, об этом я чуть позже скажу. Изначально такая гипотеза у издома была в дальнейшем подправлена. Тем не менее, то, что резонанс средних движений могут быть некоторым фактором, который выбрасывает объекты из главного пояса, в том числе вот эти объекты могут попасть в окрестность орбиты Земли, этот факт как-то небесной механикой был усвоен. Вот. Значит, этот факт был усвоен и с этого момента началось как-то вот такое активное изучение резонанс средних движений. Ну, конечно, если эксистеты и наклонения резонансных стероидов невелики, как изучить свойства движения? В общем, демесной механикой это было понятно задолго до уиздома. Ну, пример методики изучения этих резонанс можно найти в таких известных книжках книги Мюррея и книги Дермото или книжки Александра Макмителли. А вот для того, чтобы рассмотреть более сложную ситуацию, где нельзя делать предположение о малости эксистентов или наклонений, вот здесь нужны идеи, которые в классических руководствах как бы отсутствуют. Я хочу тут некоторое время потратить на изложение этих изображений. Подход уиздома он получил название адипатического приближения. Ну, почему так будет сейчас ясно. И сам уиздом изучал только резонанс три к одному, но его идеи были достаточно так содержательными и послужили отправной точкой для разного рода обобщений, позволявших изучать другие резонансы. вот я здесь какой-то список фамилий привел тем, кто занимались обобщением меда уиздома. Ну, весь список я привести не могу, но вот я тоже в некоторых своих работах использовал вот этот самый подход уиздома. Вот тут вот этот самый джек уиздом, и я с ним на одном из мероприятий. Так, в чем же, собственно, состоит подход уиздома, позволяющий изучать значительные изменения в характеристике движения объектов. сейчас я буду сейчас я приведу какое-то количество формул, а сколько у меня времени? Во сколько должен закончить? У нас главный Алексей Сергеевич 12-25. 12-25. Ну, хорошо, замечательно. Вот, сейчас будет тут 3-4 слайда с формулами, но кто хочет может следовать моим рассуждениям, кто хочет может отдохнуть. Вот, вообще, для того, чтобы подход уиздома появился, в математике специалистами, которые изучают гамильтонную систему, которые изучают то явление, которое было очень модно на тот момент, вот в 80-е годы это динамический хаос, этими специалистами должно было быть сделано несколько, ну, так, открытий, там, несколько результатов установленных, которыми уиздом воспользовался. В общем, в те годы сформировалось уже представление о том, как надо изучать резонанс, вот, уиздом этими представлениями воспользовался. Ну, я хочу остановиться на некоторых таких общих свойствах резонансных движений в гамильтоновых системах, ну, сколько вот уиздома динамику вот этого свойств ресанса 3 к 1 изучал, ну, в разных моделях он его изучал, но одна из таких опорных моделей была все-таки задача, классическая задача трех тел, ограниченная задача трех тел, и это гамильтоновая система. Значит, при резонансе у нас есть три временных шкалы. вот первая временная шкала как бы характеризует периоды орбитального движения, вторая временная шкала это шкала, которая характеризует изменения резонансной фазы, резонансная фаза это некоторые комбинации вот средних долгов планеты, астероиды, или, другими словами, некоторых, некоторых комбинация так скажем, долгот, восходящих услов, аргументов передцентра, собственных, ну, точнее, средних аномалий, ну, и третья временная шкала, она характеризует вековую эволюцию элементов, определяющих вот форму и ориентацию орбиты стероида. Между собой эти временные шкалы находятся в лечении соотношения. Ну, и всегда, когда вот есть какое-то явление с разными временными шкалами, всегда возникает желание построить упрощенные математические модели, в которых бы какие-то временные шкалы каким-то образом бы исключались, как бы проводилось. Ну, в небесной механике у специалистов, которые занимаются движением, изучение динамических эффектов, вот этот вот прием исключения тех временных шкал, которые, скажем, представляются там, менее значимы, это усреднение уравнений движений. Для того, чтобы вот эту процедуру, для того, чтобы вообще какие-то манипуляции с уравнениями движениями делать, для того, чтобы проводить аналитические исследования, всегда нужно уравнения преобразовывать в такому виду, в которых эти уравнения будут иметь, будут более удобны для исследования, в частности, вот при изучении резонанса средних движений в рамках плоской лептической задачи трех тел, мне было удобно вести вот такие уравнения, да, такие перемены, извините, которые, в общем-то, кажутся, на первый взгляд, ну, как-то неочевидными, экзотическими, но, тем не менее, вот один раз можно не посмотреть и так почесать затылок, почему они как-то очень так вычурпно выглядят, второй, но, когда начинается работа, уже становится понятнее, в общем-то, те специалисты, которые занимались применением медовозмущения в задачах небесной механики еще там, начиная с конца 19 века, в общем-то, они не зря там тратили свои силы и время, они придумали те перемены, о которых и исследования вести удобнее всего. вот, вот эти самые переменные, ну, вот, весь вот этот агрегат, на самом деле, он пропорционален, эксцискет, он умножен на косинус долготы перецентра, долгота перецентра, это сумма аргумента перецентра и долготы восходящей из узла, а у, он будет пропорционален в каком-то смысле произведения эксцискета на синус, то есть, на самом деле, это как-то что-то типа полярных координат таких, вот. Так, так, ну, вот, значит, ну, первое осреднение здесь, вроде как, понятно, как его делать, это осреднение по орбитальному движению, вот, тех объектов, которые здесь рассматриваются, то есть, по орбитальным движениям астероидов Юпитера. После первого осреднения, значит, как бы, одну степень свободы я уже могу забыть, у меня останется система, которая, ну, как бы, формально можно сказать, как система с умением степенем свободы, в этой, вот, то, что он рассказывает, это, вот, как бы, стандартные приемы для изучения резонансных движений, в рамках, вот, подхода Уиздема, значит, после этого, после этого, ну, поскольку, исследование ведет некоторые, там, узкие зони, резонансные, ну, резонансные орбиты, орбиты, на которой выполнено точное резонансное соотношение, в общем, можно сделать массу всяких последующих усреднений, и получить, что для изменения резонансной фазы, вот, резонансная фаза D, буквой D здесь обозначена, так сказать, переменной ТЛН, вот, если она колеблется, значит, у нас объект находится в резонансе, если она вращается, то, значит, резонанса нет, вот, вот, для изменения резонансной фазы и для изменения тех переменных, которые определяют, вот форму и ориентацию орбиты, вот, можно получить такую систему, которая называется быстромедленной системой, в этой быстромедленной системе после перемасштабирования переменных тоже будет некоторая, некоторая, ну, здесь сохранится шкала времен, то есть, вот эти вот изменения положения орбиты это медленный процесс, а изменения резонансной фазы это, как бы, сравнение происходит быстрее, вот, как бы, в системе все равно остается вот это вот наличие двух, наличие, вот, разделение по временным шкалам, и это позволяет сделать еще один шаг. Дело в том, что, вот, можно рассуждать так, вот, давайте мы просто возьмем и зафиксируем вот эти самые медленные переменные. Просто посмотрим за изменением резонансной фазы. Для резонансной фазы, для резонансной фазы, у нас тогда получится гамильтоновая система с одной степень с орбиты. По этой самой, ну, такая система будет всегда интегрированной. Вот, всегда можно посмотреть, как, всегда можно понять, как в этой системе при эффективных значениях x и y изменяется фаза. Да. 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 По порядку, а то я ваши вопросы смотрите, значит, r это возмущающая функция. Вот, следующий вопрос. Понимаете, подразумевает, что вот от этой кучи переменных теперь у нас уже зависят r и r штрих. А, а там, приятно, какие-то зависит от этих переменных в каждом случае как-то объекты будут построены, да? Не, ну, как, я напишу формулы, которая характеризует связь, вот, радиус вектора астероида и вот этих самых переменных x, y, l, d и так далее. То есть, знаете, вот, помните, я писал вот эту формулу, вот видите, тут x и y, они выражены через кеплерские элементы. На самом деле, получается так, вот, мне надо, чтобы r выразить через эти самые x и y, значит, надо вначале мне выразить их через вот, точнее так, мне надо выразить вначале кеплерские элементы через x и y, а потом уже через кеплерские элементы выразить декартовые переменные. В общем, это достаточно такая громоздкая получится цепочка формул, вот, но усреднение, оно обычно делается численно, поэтому однажды это написав, и потом долгие годы можно использовать один и тот же комплекс программ, вот, уже больше с этим, об этом не задумываюсь. Так, вот, значит, логика тут такая, вот, если x и y фиксированы, то можно получить некоторую систему с одной степенью свободы, проинтегрировав которую, можно получить изменение резонансной фазы, приближенной формы для изменения резонансной фазы. а следующий шаг здесь, следующий шаг состоит в том, чтобы чтобы усреднить усреднить правые части переменных, описывающих вот изменения, дековые изменения x и y по колебаниям резонансной фазы. То есть, вот здесь уравнение движения и цернованное уравнение движения получится также двукратно средненное, но вот процесс вот этих самых усреднений, он достаточно такой хлопотный. Ну, и почему, собственно, это усреднение называется, почему этот подход называется адиоботическим приближением? Вот, фактически что получается? Так, читаю-то. А, фактически что получается? вот есть уравнение, описывающее есть уравнение, описывающее медленное переменное, есть уравнение, которое описывает вот изменение резонансной фазы, ну и фактически мы здесь для того, чтобы понять, что происходит скажем, с изменением резонансной фазы, вот вот, вот, и x, y у нас медленное меняется, то есть фактически вот в качестве следующего приближения, вот, как бы нулевое приближение у нас было, то, что x, y это фиксированные параметры, и мы обсуждали возможность проинтегрировать это уравнение, следующее приближение, это рассмотреть их как медленное меняющиеся величины. в гаминтоновой системе с одной степенью свободы при наличии медленно изменяющихся параметров всегда будет приближенный интеграл, этот интеграл называется диабетическим инвариантом, вот, ну, ну и переменные действия в этой системе, вот это диабетический инвариант, я написал, ну и все, в общем-то на этом мои формулы кончились, дальше пойдет уже обсуждение качественных эффектов, обсуждение качественных эффектов, вот, проведя все вот эти манипуляции, я могу построить диаграммы, диаграммы, описывающие изменения медных переменных x, y, ну я на всякий случай еще раз напомню, что x у меня пропорциональна х-свистету на косинус долготы перед центром y, это минус эксистет на синус долготы перед центром астероидом. Что эти диаграммы характеризуют? Ну, здесь параметром как бы является значение гамильтиняна, гамильтиняна, усоединенного гамильтиняна, вот, уравнение движений, в зависимости от значения гамильтиняна, у нас тут разные типы движений возникают, глядя на эти траектории, ну, можно как-то вот получить представление о вековых эффектах, в частности, в частности, ну, ладно, наиболее такие интересные примеры, я, самый важный интересный пример, я дальше покажу. На этих фазовых портретах, на этих фазовых портретах, есть некоторая вспомогательная линия. это как бы неспроста, вот, там, где таким вот ярко-зеленым цветом что-то нарисовано, ну, это медленно переменная, вот, я нарисовал медленно переменная, но в исходной системе что-то происходит из резонансной фазы, вот, в этих вот зеленых областях у нас резонансная фаза, она вращается, то есть, вот, в зеленой области резонанса нет, а фиолетовая линия, это линия, на которой происходит переход из резонансного движения в нерезонансное, значит, чем этот переход примечательный, чем этот переход примечательный, вот, при переходе, при смене режима изменения резонансной фазы будет наблюдаться нарушение адипатического варианта, то есть, у нас, вот, я нарисовал какие-то диаграммки, вот, там, траектории в усредненной системе, при пересечении, вот, при смене режима, при пересечении вот этого фиолетового кивоя, у нас проекция реального решения, она будет немножко перескакивать, будет совершать небольшой скачок, вот, с одной осредненной траектории на другую, в итоге, в фазовом пространстве, вот, после многочисленных пересечений, вот этой вот, кривой, она называется кривая неопределенность, из-за того, что вот этот вот скачок, он носит нерегулярный характер, он носит вероятность на такой характер, у нас в фазовом пространстве будет возникнуть целая область вот такого медленного хаотического движения, вот этот самый адебатический хаос, вот этот самый адебатический хаос, вот, модели Уиздема, он, собственно, и отвечал за формирование вот, за переход астероида в движение по орбите с значением элементов инститета. Вот кривая неопределенности, значит, вот у нас начальный режим, допустим, будет режимом, в котором инститет порядка одной десятой, вот несколько раз, не несколько раз, а достаточно много раз пересекая кривую неопределенности, система может в конечном итоге выйти в такой режим движения, в который эксистет будет иметь большое величину. вот, собственно, вот этот подход Уиздема, вот, ну, как мог, я его тут описал. И вот этот механизм, после того, как он в статьях появился, потом стал обсуждаться применительно другим резонансом. Ну, вот здесь я про эти другие резонансы несколько слов хочу сказать, вот, скажем, резонанс 5 к 2, вот на той диаграмме, где приведены были объекты главного пояса, там резонанс 5 к 2, соответственно, тоже один из таких глубоких люков, но резонанс 5 к 2, если мы обсуждаем проникновение объектов во внутреннюю часть Солнечной системы, он не столь интересен, как резонанс 3 к 1, поскольку резонанс 5 к 2, он как бы ближе реализуется к Юпитеру, и поэтому вот Юпитер, тут не столько Марс, сколько Юпитер оказывает дополнительное влияние на эти объекты, выбрасывая их вне вот этой схемы, выбрасывая их на гиперболические орбиты. Резонанс 2 к 1, он в эту науку Уиздема не укладывается, поскольку в том приближении, которым Уиздема этим занимался, он оказался интегрирован, то есть там никакого хаоса в этом резонансе, в таком первом приближении нет. Он считается определяющим внешнюю границу пояса эстероидов. Да, но там все по-другому работает, там как бы теория другая, более хитрая. Есть еще один резонансный механизм, который тоже приводит к проникновению объектов из главного пояса эстероидов во внутреннюю часть Солнечной системы, это так называемые вековые резонансы. Но дело в том, что в общем-то планеты, большие планеты, они также оказывают возмущающую влияние на эволюцию орбит друг друга. И в общем-то вот эта вот теория эволюции орбит больших планет, она была построена еще в 18 веке. Ну, что здесь? Я в эту теорию вдаваться не буду, я только на основных фактов. Я, в общем, дальше буду не так подробно говорить, как говорил до этого, о разного рода математических вещах. Значит, вот приведено одно из следствий этой теории, ну, заключение этой теории. Это соотношение, характеризующее изменение эксистетов и долгот перицентров больших планет, вот тут 8 планет учитывается уже давно в рамке такие теории Плутон не включался, поскольку как бы его орбит пересекается с орбиты Нептуна, и поэтому эта теория, которая строится в линейном приближении, предположение малости вот этих самых эксистетов и наклонений орбит больших, она как бы не позволяла хватить. Ну, так вот, в рамках этой теории, по крайней мере в рамках одного таких наиболее важных положений ее можно описать изменения эксистетов и долгот перицентров в виде комбинации 8 гармонических функций. Вот, и есть, соответственно, частоты, с которыми изменяются эти гармонические функции. Вот эти частоты, их называют главными частотами Солнечной системы. Здесь приведены соотношения, ну, вот эти коэффициенты для разных объектов Солнечной системы. Вот, и, ну, вот, скажем, и у Питера и Сатурна видно, что самыми большими коэффициентами будут коэффициенты, которые характеризуют четвертый, пятый и шестой частоте. Но пятая частота, она примерно на порядок меньше, чем шестая, поэтому, фактически, вот, шестая частота это вот будет той частотой, которая в наибольшей степени влияет на объекты солнечной, на эволюцию орбит объектов Солнечной системы. Вот это Ню-6 ее обозначение. Я здесь хочу ограничиться только вот как бы плоским движением. На самом деле можно то же самое говорить применительно к изменениям наклонений и там определяющей частотой будет Ню-16. Если у какого-то объекта, допустим, долгота перецентра у малого объекта изменение долготы перецентра будет происходить с частотой равной вот этой самой Ню-6, то может случиться обычный резонанс. Вот у нас есть модель линейная. В рамках этой модели изменения элементов в рамках этой модели изменения мы рассматриваем какое-то вынужденное решение вот то, как изменяется вспомогать например H и K H это эксистент какого-то объекта на синус долготыки перецентра H это эксистент на окончатель долготыки перецентра так вот для всего этого у нас есть линейная система уравнений правой части с постоянными коэффициентами на которые действуют некоторые периодические воздействия если частоты совпадут будет резонанс вот этот резонанс ну это как раз будет вековой резонанс это линейное приближение существует и нелинейная теория этих эффектов значит он вековой резонанс этот приводит к он вековой но сильный да он сильный и это на самом деле вот как бы на этом я потом еще остановлюсь вот здесь всякие графики которые я взял из разных статей где изучалось влияние векового резонанса на эволюцию орбит в главном поясе вот в частности это достаточно известная работа Фаринелла 1994 года в которой было показано что вековой резонанс может подбросить эксистент до величин порядка единиц то есть такой астероид может стать он может просто упасть на солнце грубо говоря вот санграйзер их называет так так ну вот я говорил что есть вековой резонанс ню 6 есть резонанс 3 к 1 вот естественно возникает вопрос об что из них эффективнее кто там больше объектов забрасывает тут возникает некоторые проблемы некоторые проблемы ну знаете вот 80-й год был вопрос о том что может забросить объекты из главного пояса внутренней части системы вот некоторый ответ был найден на какое-то время он всех устроил что это вот резонанс но потом оказалось что эти резонансы слишком сильные то есть то время которые уходят на то чтобы вот эксиститет вот объекта ну вот в этом самом резонанс ню 6 или резонанс 3 к 1 достиг величины единички то есть чтобы такой объект действительно мог там близко подойти к солнцу и разрушиться там оно составляет вот меньше 2 миллионов лет и это как-то так не очень хорошо сколько это уже сравнимо со средним временем жизни вот объекта в оклоземном пространстве кроме того кроме того вот есть некоторые такие условия которым должны удовлетворять вот эти самые механизмы для того чтобы можно было согласиться что они действительно удовлетворительно описывают то что происходит в природе скажем есть соотношение между астероидами которые пересекают орбиту Марса и орбиту Земли и модель математическая модель она должна как-то это соотношение воспроизводить если это хорошая модель а вот вековые резонансы ну вот резонанс ню-6 резонанс к одному они так вот выбрасывают объект что они вот это вот самое преобразование астероидов которые пересекают орбиту Земли в астероид который начинает пересекать орбиту Марса оно происходит слишком быстро и вот это необходимого соотношения не получается вот поэтому с некоторого момента стал вопрос о том может быть есть какие-то механизмы которые как-то не так интенсивно не так группы перебрасывают объекты вот из главного пояса стероида в оклоземное пространство вот один из таких механизмов был предложен вот тоже в начале в конце 90-х годов в общем-то что было вот в серии работ тех лет Александр Марбиделли на что он обратил внимание что были взяты объекты которые находятся уже как бы на орбитах с такими значениями полосей которые как бы меньше резонансных то есть объекты которые лежат где-то в ближай к земле чем резонанс три к одному вот и оказалось что вообще резонанс в солнечной системе много там все в любой области можно найти резонанс но этот резонанс будет иметь большой порядок там допустим не три к одному а там 29 допустим к 7 вот если эти числа вот какие-то достаточно большие резонанс будет слабым он как-то будет носить слабое возмущение движения объектов вот и на больших промежутках времени он себя проявлять он будет проявлять слабо в начале когда вот в 80-е годы просто надо было найти какие-то механизмы выбросы на эти резонансы не обращали внимания когда выяснилось что первоначально обсуждавшись механизм слишком сильная тогда началось изучение вот этих уже слабых резонансов ну и оказалось что вот слабые резонансы и резонансы которые располагаются уже где-то вот в внутренней части пояса главного пояса астероидов они как-то понемножку тем не менее тоже могут сделать орбиту объекта ну достичь таких значений экстралистета когда объект начинает пересекать орбиту Марса ну а потом уже Марс как-то внесет существенные изменения и может частично направить этот объект на орбиту располагающуюся на части Солнечной системы так я все время боюсь не ту кнопку нажать выключить все эти устройства теперь вот из того что я говорил значит следовало что для того чтобы объект быстро переместился из главного пояса астероидов превратился в объект ближайшей Земли нужно чтобы он оказался в зоне главного резонанса а что же туда в эту самую зону его может забросить первоначально обсуждалось такой сценарий что происходит дробление астероидов и часть фрагментов приобретает то то значение большой полоси которая соответствует резонансу но с некоторым моментом как-то было понятно что это не очень хорошо во первых ну среди астероидов которые сближаются с Землей есть достаточно больших астероидов километровых даже 5-километровых каким же должно быть столкновение чтобы там появился такой объект в общем-то получается что вот этот вот сценарий сценарий столкновений он не реалистичен потому что он не дает того распределения объектов по в общем не воспроизведет диаграмму численность там размер астероида который присутствует вот реально то есть вот такого рода диаграмма вот распределение размер численности они для астероидов ближайшие с Землей примерно такие же как и для объекта в главном поясе ну и в 90-е годы где-то так наверное в конце 80-х в начале 90-х годов был предложен еще один механизм который может отвечать за изменение большой полоси малых небесных объектов это эффект Ярковского эффект Ярковского состоит в том что он связан с тем что вот если у нас есть малое тело и малое тело вот нагревается солнцем и при этом оно еще вращается то максимум вот этого первое излучение вот это тепловое излучение которое из-за тела будет уходить из-за вращения оно будет несколько смещено в отношении направления на солнце поэтому может появиться сила медленно изменяющая орбиту этого объекта сила это очень слабая и в начале в общем-то как-то особо ее этот эффект никто во внимание не привлекал но как-то постепенно отношение научных кругов к этому менялось ну и сейчас считают что эффект Ярковского это основной механизм который вбрасывает переводит объекты главного пояса в зону резонансов а потом уже резонансы их забрасывают в основная часть солнечной системы так ну знаете вот у меня осталось 10 минут на самом деле в каком смысле я специально наверное тянул время поскольку то о чем говорил Борис Михайлович в 150 слове о том что я здесь собираюсь рассказать о оценках вероятности вероятности столкновения основанных на гипотезах резонансных сближений да 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 я вот когда готовился к лекциям я готовился долго и основательно но тем не менее как-то вот во всех деталях разобраться как же эти работы строятся ну как-то не получилось поэтому сейчас я очень бегло так становлюсь на основных вещах ну судя по тому что кроме основателей те кто собственно мне это предложил там Милане Вальсеке никто больше не пытался каких-то альтернатив предлагать но это означает что в общем понять эти методы не так-то просто вот но и Милане известный итальянский специалист по небесной механике к сожалению он как трагически погиб вот в ноябре прошлого года я его неоднократно встречал на разных мероприятиях в общем-то это был человек как бы так с ним было не просто общаться он был высок по себе мнения и объяснять что что там делается его в тех алкалин которые он предлагал как-то этому не очень нравилось но тем не менее знаете вот все-таки несколько слов я попытаюсь сказать вот что там главное ну вообще все детали для того чтобы в этом разбираться тут надо читать работы Вальсеке Милане конструкция там ну на первый взгляд в общем-то понятная но за этими понятными идеями стоят очень длинная формула и некоторые выводы сделаны на основе этих рассуждений не вполне очевидны а лучше сказать что вызывают большое сомнение и так принимать на веру их не хочется поэтому я и сейчас только ограничусь таким общим обзором значит здесь несколько ключевых понятий первое ключевое понятие вот в теории эпика Валсеки это сфера действия значит сфера действия это такая область в окрестности небесного тела ну вот скажем земли где ее притяжение доминирует над притяжением солнца то есть сфера действия та область где движение допустим движения космического аппарата или малонебесного тела можно считать как движение вокруг движение околоземное но возмущаемое притяжением солнца а вне сферы действий там наоборот значит можно строить какую-то науку считать что у нас есть гелиоцентрическое движение которое возмущается как-то земле вот в общем есть некоторая пограничная такая область вот эта самая сфера действия дальше что в этой сфере действия происходит вот для того чтобы описать процесс происходящий в сфере действия вот скажем есть у нас малонебесное тело подлетает оно к земле и либо оно сталкивается с землей либо как земля существенным образом изменяет ее геоцентрическое движение значит для описания свойств этого для описания свойств этих процессов используется помогательное геометрическое понятие в англоязычной литературе эта геометрическая инструкция называется биплоскостью а в России в Советском Союзе это называется картинная плоскость значит это такая штука вот у нас есть сфера действия у нас объект подлетел к этой самой сфере действия у него есть какие-то там координаты скорости гелиоцентрического движения на границе сферы действия мы пересчитываем их скорости координаты геоцентрического движения когда речь идет о столкновении вот малых небесных тел с Землей то вот это относительное движение движение в сфере действия будет гиперболическим значит по параметрам этого движения можно найти значение скорости объекта, влетевшего в сферу действия, на бесконечность. Мы про Солнце забыли в этот момент, вот такой бесконечности, где Солнца нет. И сфера картинной плоскости находится таким образом. Значит, нормалью картинной плоскости является направление скорости на бесконечности. Еще одна ось картинной плоскости, она совпадает по направлению с проекцией скорости Земли на вот эту самую плоскость. Не совпадает по направлению, они лежат на одной прямой, но направленную в другую сторону. Ну и будет еще третья ось, которая дополняет эту систему до правой тройки. Вот. У нас есть плоскость, мы можем, как я уже сказал, найти значение вот этой самой скорости на бесконечности и спроецировать вот этот вектор скорости на бесконечности на плоскости. И вот по положению вот этой проекции делать какие-то заключения о свойствах движения. Ну, в общем-то, вот то, что я говорил, это как бы картинная плоскость, это инструмент стандартной баллистики. Вот. И использовался еще в 60-х годах, как придумали его там независимо и в России, и на Западе. Другой он подразумевляет плоскость цели? Что? Плоскость цели. Ой, я не знаю. Вот у нас в институте, в институте прикладной математики, вот я еще был студентом, мне это, на лекциях мне это рассказывали как картинная плоскость. Вот я, Александр Ильич Платонов, она читала лекции, вот я хорошо помню, когда я был студентом и слушал. Слушай, вот, теперь, теперь, так, вот, значит, вот эта самая картинная плоскость. И вот по положению проекции на картинной плоскости можно задаваться вопросом, а что же будет дальше? Вот, что же будет дальше? Значит, первая ситуация, либо это когда мы попали в планету, и, значит, произошло столкновение, дальше ничего происходит. Ну, обычно мы точно не знаем координат, всегда есть некоторая ошибка. На картинной плоскости будет некоторое распределение вероятности, допустим, вот, возможного положения, вот, проекции вот этой самой облетевшую сферу действия объектов. Ну, опять-таки, тут можно обсуждать, будет ли он пересекать ту область, которая соответствует, вот, пересечению фактической траектории, пересечению траектории движения объекта с планеты. Она все-таки не точка, имеет конечный размер или не будет. И вот, если нет пересечения, тогда возникает, естественно, вопрос, а что дальше? Что дальше? Это самый, как бы, интересный такой вопрос. Ну, относительно, поскольку вот движение двух притягивающих точек, это задача интегрируемая, вот, понять, как изменится угловая скорость, как изменится скорость объекта в пределах сферы действия, в общем-то, несложно, как бы, пересчитать, какое приращение получат элементы орбиты гелицентрические, в результате вот этого пролета через сферу действия, это, в общем-то, достаточно такая, ну, стандартная операция. Вообще, вот эти вот, то, что он говорил, вот, объект прилетел через сферу действия, изменил орбиту, это вот один из элементов того, что называется гравитационным маневром, активно используемым в космонавтике. Вот, поэтому все, что тут можно посчитать, это рутинно, все здесь люди умеют делать хорошо. Ну, вот, дальше, собственно, начинаются вот эти вот уже идеи метода Эпика Волсейки. Понимаете, вот у нас при пролете изменяется большая полуось, это значит, что изменится период, большая полуось определяет период. И если период будет, астероида будет не соизмерим с периодом небесного тела, по окресту которого произошло, через сферу действия, в которой он пролетел, то ничего такого примечательного дальше не будет. Он к этому объекту уже в ближайшее время на какое-то такое опасное расстояние приблизится. То есть, интерес представляет ситуацию, когда большая полуось изменилась таким образом, что орбиты, что периоды обращения планеты, Земли, что для нас самое интересное, и объекта оказываются в резонансном соотношении. Вот в этом случае, значит, возможен возврат. И поэтому, вот, следующий шаг, вот в рамках этой самой методики Эпика-Вальсейки, это построить на картинной плоскости какое-то семейство кривых, соответствующим таким движениям, в которых, ну, вот, последующие движения объекта будет резонансным. Вот стерео этих кривых. В общем-то, как пишет Валсейки в одной из своих статей, ну, допустим, вот суммарная сумма вот этой числителя и знаменателя, там должна быть меньше 50. Ну, я не знаю, реально ли они строят столько вот этих вот кривых, но, ну, в статьях обычно, которых я читал, вот, там 3 и 4 нарисованы. Опять-таки, ну, формул я приводить не буду, но, знаете, вот если теория строится в линейном приближении, и в ней получилась какая-то кривая, то эта кривая, скорее всего, будет либо эллипсом, либо окружностью. Вот, значит, вот эти вот кривые, соответствующие резонансным, переводу объекта на резонанс, это будет, на резонансное движение, это будет серия таких окружностей. Ну, и следующий вопрос, который тут возникает, ну, в общем-то, и все. Сейчас, так, вот я другой свой компьютер хочу включить. Все, я уже почти закончил. Значит, а, ну, одного резонанса еще мало для того, чтобы в дальнейшем произошло опасное сближение, только часть из этих... А, сейчас, секундочку. Так, вообще, тут должна быть анимация, но... Идет? Ага, хорошо. Собственно, вот эта картинка, она должна была иллюстрировать еще важную концепцию, следующую важную концепцию, это концепция замочной скважины, о том, что на вот этой самой кривой будут только очень маленькие участки, соответствующие, ну, попав на которые, мы потом, при следующем вот этом вот возвращении к земле, можем с землей столкнуться. Ну, вот когда я читал, ну, вы знаете, вот раз в 10-15 лет, вот специалисты по, допустим, малым телам собираются и пишут толстые книжки. Там вот есть астероиды, астероиды-1, астероиды-2, три, сейчас уже появилось четыре. Есть вот такой толстый том, астероиды-3, где, все, астероиды-3, где была изложена вот эта теория эпика-волсеки, и в этой статье автор очень так занятно пишет, что вот мы приведем некоторые аргументы, но эти аргументы, они не соответствуют тому, что там происходит на самом деле во всех этих выкладках, потому что выкладки слишком сложные, и вот только так мы можем как-то успокоить вот любопытство читателя. Ну, вот, Борис Михайлович, я честно готовился к этой лекции. Ну, и последнее, что я тут хотел бы показать. Вот это публикация последних лет Science and Nature по динамике астероидов с ближайшей Землей. То есть, эта тема такая живая, привлекает внимание большого количества специалистов, и если публикации на эту тему идут вот в ведущих таких научных журналах, это значит, что вот направление серьезное. Так что... Спасибо. Спасибо за внимание. У нас несколько минут все-таки на вопросы еще есть. Мы понимаем, что все не так, как на самом деле, как сказал. Сейчас. Вопросы? Да, пожалуйста. Вы знаете, сферы влияния, они больше сверху, там другая асимптотика. Второй вопрос, из-за чего вытекает. Тогда почему в данном случае не учитывается еще влияние Луны? Ну, вы знаете, тут ситуация такая. Вот есть некоторые методики, которые позволяют дать оценки. Вот, скажем, мы берем вот систему, в которой Земля и Луна как бы считают слипнувшись, там масса Луны, допустим, добавлена к Земле, делаем какие-то в рамках вот этой вот методики заключения, а потом уже идет честный счет, который вот подчищает то, что не было учтено в аналитических рассмотрениях. Понятно. То есть, в данном случае, мы рассматриваем, когда расстояние от астероиды к Земле может больше, чем в больших порах? Ну, немного больше. Там, в общем-то, Луна-то не сильно возмутит движение астероида. То возмущение, которое будет внесено с Луной, ну, это, в общем-то, одна сотая порядка величины от Земли. Ну, точность этих теорий, она просто ниже. То есть, она ничего не даст. Александр. Ну, вопрос про кваде спутниковой, да? Да, кваде спутниковой. Да. Кваде спутниковой, который уже 80 лет, там, в 2004-м был? Да, их регулярно открывают. Знаете, вот есть таких два брата. Их мониторят, да? Нет, я вам сейчас объясню, какая тут ситуация. Вот один пример. Один пример. Вот в Мадриде есть два брата. Рауль Фуэнто, Маркос и... Ну, как второй брат, я не помню. Они взяли у известного специалиста по моделированию гравитирующих тел Хегги программу для расчетов системы тел. И уже лет 10 занимаются тем, что вот... Они настроили ее под интегрированное движение в Солнечной системе. Вот лет 10 они занимаются тем, что вот ведут такой круглосуточный, интенсивный счет для разных объектов. И когда появляется что-то интересное, вот какие-то экзотические орбиты, пишут об этом в статье. Статьи у них там миллион. Вот, компьютеры у них работают все время. И, скажем, вот этих вот квазиспутников, ну, я не знаю, сколько... Видите, квазиспутники у Земли, квазиспутники там у Венеры есть. У Марса квазиспутников нет, Марс слишком маленький. Вот. Вот, у больших планет, ну, сейчас я не помню, у кого там есть квазиспутники, у Сатурна или у Урана. Ну, в общем, тут простор большой. Вот. И это было бы, конечно, очень интересно. Так вот, сколько у нас в России большие проблемы там с исследованием чего-то в далеком космосе. Скажем, и лететь туда долго, дорого, тяжело. Вот, может, был бы слетать квазиспутнику Земли и получить объект из главного пояса. А потом еще к одному вот такой вот тур сделать. Еще вопрос. Можно я тоже задам? Но сейчас не к вам пока, а вот к Борис Петровичу. Я в одной из ваших работ видел, там, 2014 года, просто ссылку на то, что Юпитер и Сатурн, значит, они друг на друга так за время там эволюции динамически подействуют, что прецессионные периоды для обеих планет, орбит, прецессии совпадают. Примерно так, да? Я правильно понял? Нет, там, значит, речь идет о том, что орбиты Юпитера и Сатурна, они в результате 5 дубов примерно находятся. Это по среднему движению, а я говорю про прецессионные. Ну, прецессионные движения, там речь идет о прецессии не виния, а всегда, а плоскости, прецессии узла. А, это прецессия перьи... Да, ну, действительно, значит, это совпадает, с методом разложения возмущающих принципов агрессии. Вот этот способ, который я бы там применил, это усреднение, как раз, это кольцами галлоса. Да, да, у вас как раз там было бы нагруженными кольцами там, да? Действительно, очень хорошие способности. И, в принципе, вот я видел такой термин, планетный резонанс Солнечной системы. Вот этот самый резонанс, он определяет, да? В принципе, да. В принципе, это как раз то, о чем мы говорили. Ну, есть специальная теория, в которой вот этот... резонанс учитывается, вот, когда боли точно строятся. То, что я здесь привел, ну, это вот как бы та отправная точка для исследования резонанса, у него 6, вот, работав по малым телам. Ну, я вот жутко корыстный, я же недаром на лекции начал с тобой, зачем мне эти лекции, все равно нужно, чтобы что-то подузнать. Ну, может быть, я чуть-чуть приблизился к пониманию, почему для меня всегда была загадка, вековой резонанс такой сильный, он там метет, ну, вы видели, определяет внутреннюю границу пояса астероидов. А он вековой, то есть, тут такая вот... Ну, видите, он, самое главное, что он, как бы, сопадение двух частот. Если, собственно, частота сопала с частотой воздействия, то, значит, у нас линейный рост. Там, где-то 4,1, где-то близко тоже. 4,1? Там где-то на... Борис Михайлович, на 1,8. Я, как бы, каждый резонанс, изучая отдельно, у меня... Ладно. До 4,1 я еще не дошел, это, знаете, вот... Да, извините. Я уже задам вопрос. Вот резонанс, который вы в конце говорили, описывающий возврат стероидов. Да. Это что? А есть аналитические обоснования? В каком смысле? Ну, вот... Типа, вот... Прекрати за возвраты под корреком. Знаете, значит, вот... Ситуация тут такая. Вот, как бы, вы говорите аналитические обоснования. На самом деле, тут вот в разных частях своего доклада, как бы, и так, сам себе противоречил. Те, кто занимается резонансным движением малых тела, все знают фразу, которую там почти в каждой статье пишется, фраза о том, что резонанс предохраняет это столкновение. И вот тут, как бы, мы начинаем действовать наоборот. Вот резонансное движение используем для того, чтобы... В общем-то, это в каком смысле инженерная методика. А как нам считать вероятность последствий столкновения? Вот если резонанса нет, то, конечно, можешь там держать в голове вот эту самую гипотезу по Анкаре, а захватить, что вот у нас, если даже нет такой соизмеримости низкого порядка, все равно когда-нибудь мы через много-много оборотов там как-то где-то приблизимся к этому исходному состоянию. Но вот важно получить, что там произойдет через 10, 20, ну максимум 100 лет. А вот гипотетические такие рассуждения, они в этом контексте как-то не обсуждаются. Это означает просто, что тут есть, что еще нет. Да. А вы видели, вот последний слайд был, современные публикации в предыдущих изданиях. То есть, небесная механика, современная небесная механика, чрезвычайно интересная область исследований, чрезвычайно интересная. Вы не только, скажем, эволюцию Солнечной системы, которая определялась именно вот этими процессами, но и современные, вот, пожалуйста, близкие к прикладным вещам вопросы, не можете решить, не пользуясь аппаратом, достижением современной небесной механики. Это я пропагандирую. Борис Михайлович, я вот так говорю, вот я когда учился в школе, вот, в конец 70-х годов, было известно 20 тысяч стероидов, вот сейчас известно 800 тысяч. А телескопы, которые будут введены в ближайшее время в действие, они, ну, оптимисты считают, что там еще на три порядка количество объектов известно. Да, от размера зависит. Ну, это да, но получается, в общем, какое-то огромное количество объектов. Вот то, что раньше считалось невозможным, где раньше считалось невозможным эти объекты встретить, и это все, вот, меняется, коротко, очень меняется, я просто вижу. То есть мы сейчас существуем, живем в эпоху великих астрономических открытий, даже в рамках Солнечной системы. Ну, динамика Солнечной системы очень активно развивается сейчас. То есть еще и таких открытий, как Вовочка пришел и сказал домой, а Мария Ивановна нам сказала, что мы живем в эпоху великих астрономических открытий. Так, спасибо большое. Я понимаю, что лекции трудноваты, ну, в содержании, в среднем, потому что здесь нужно что-то еще и подучить, освоить, посмотреть, но к тому, кто захочет, то я думаю, что открыты ИПМ и физтех, где больше времени, ВПМ, конечно. Давай книжка ВПМ лежит. То есть я так понимаю, диплом ВПМ вполне может делать или курсовые работы. Да, 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 очень-очень интересная тематика. Значит, спасибо большое. Следующая лекция у нас будет. Давайте мы договоримся устраивать этот...